Глава округа Владимир Волков провел еженедельное оперативное совещание. О работе, проделанной за минувшую неделю и планах на ближайшее время, доложили руководители силовых ведомств и структурных подразделений. Коллеги, доброе утро. Начнем наше совещание. Прошу доложить Романцову Наталью Николаевну о проектах, те, которые реализуются на территории городского округа по программе благоустройства при поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. У нас очень серьезные, большие парковые территории, дворовые, спортивные площадки. В текущем году у нас достаточно большие планы по благоустройству. Это 4 парка, 3 сквера, 1 лесопарк, 31 дворовая территория и 3 народные тропы. Плюс, по обращению жителей, нами реализована еще одна народная тропа. Реконструкция Наташинского парка, пожалуй, самый актуальный, самый важный вопрос на данный момент. Выполняется хороший темп, и сегодня в зоне вокруг прудов завершаются работы по устройству оснований пешеходных дорожек, формирование прогулочной зоны со стороны улицы Шевляковой вокруг скульптурных композиций. У нас уже на объект поступила плитка, поэтому с этой недели мы приступаем к ее укладке. И внутри парка ведется работа по установке закладных деталей для опор освещения и прокладки подземных коммуникаций. Содержание уличной дорожной сети Казаков Кирилл Владимирович. На текущей неделе запланированы работы по ямочному ремонту на внутриквартальных проездах по улицам Парковая, Гаршина, Шоссейная, Попова и воинов-интернационалистов. На региональных дорогах также проводятся работы по устранению ямочности. Подрядные организации будут продолжены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия на тротуарах вдоль региональных дорог по улице Каштановая, а также по Егорьевскому шоссе. Также садокладчик по транспорту Бобылев Александр Павлович. Автопарк транспортного предприятия МАП номер один город Люберц, филиал АО «Мострансавто» пополнился пятью новыми автобусами большого класса. Новые автобусы уже вышли на маршруты 501 и 1225. Также автопарк транспортного предприятия «Автоновия» пополнился 18 автобусами среднего и малого класса, 15 автобусов малого класса «Газель Сити» и 3 автобуса среднего класса «Газ Вектор Некст». Данные машины также вышли уже на маршруты и курсируют по маршруту номер 3, 14, 57 и 43. На прошлых АГС также поручал еженедельно докладывать обращения жителей, поступающих в единую диспетчерскую службу, толстиков Виктор Сергеевич. За период с предыдущего доклада в единую диспетчерскую службу поступило 15 044 звонка, из которых было зарегистрировано 6 584 обращения. В красной зоне две управляющие компании, это «Смарт-сервис» и «Жео-сервис». У меня большая просьба уделить пристальное внимание этих управляющих компаний на регламентируемые сроки по отработке обращений. К сожалению, специалист у меня с 1 июля новый, сейчас проблема исправлена. Совместно с специалистом каждый вечер, просматривая все заявки, отрабатываем своевременно. Взяли на контроль уже лично, правильно? Просьба не выпадать из этого процесса, мы через неделю заслушаем, и как раз вот «Смарт-сервис» хотелось бы увидеть хотя бы в «Желтой зоне», а дальше уже ближе к «Зеленой». Следующий доклад также Баранов Дмитрий Юрьевич доложит нам о обращениях, поступающих от наших жителей. В частном секторе, ну это у нас в основном превалировали и Томильный, и Малаховка, и Красково, в части своевременного вывоза мусора с территории контейнерных площадок. Все эти адреса у нас были отработаны, к сожалению, данная история у нас продолжает сохраняться. Наталья Николаевна, проведите какие-то организационные мероприятия, нужны площадки перехваточные, говорите, давайте их организовывать, чтобы успевать вывозить до оператора, потому что оператор вывозит раз в день. Некоторые площадки, мы видим, завалены в сутки очень существенно, не хватает баков. Вопрос модернизации также стоял, и работа ведется в летний период, поэтому на следующем УГС также прошу доложить о том, где сделаны дополнительные контейнерные площадки в частном секторе, какое количество баков добавлено. Коллеги, у нас по всем темам, по повестке все вопросы прошли. Есть какие-то дополнения, предложения? Если нет, будем заканчивать. Всем хорошей рабочей недели.